Ну что, участники вроде кто хотел добраться, добрались до нас, да, и мы будем с вами начинать. Мы собрались на вебинаре так называемом от точных наук компьютерным курсом или как стать преподавателем компьютерных курсов. Для начала мы с вами разберемся, в принципе, кому будет полезен данный вебинар. Как я уже проговорилась, да, данный вебинар будет полезен тем, кто сейчас уже преподает какой-то предмет школьный, да, это физика, математика, информатика, может быть, русский язык, но у вас есть хобби, иногда математику, там, другу рассказываете, да, то есть текущим преподавателям, ну и всем, кто желает развиваться, познавать новое, больше зарабатывать, да, для всех вас будет данный вебинар полезен. И я немного представлюсь, да, почему я, в принципе, могу здесь вещать и кто я такая. Меня зовут Токарева Татьяна, я руководитель направления обучения преподавателей SkySmart, также преподаватель физики, математики и робототехники, поэтому я спрашивала сегодня у Сергея, по-моему, про то, где он преподает робототехнику. Почему, собственно, я могу сегодня рассказывать о компьютерных курсах, потому что несколько лет назад еще в студенчестве я как раз-таки занималась робототехникой с детками и на робототехнике, в робототехнике, вернее, используются компьютерные курсы, о которых мы сегодня будем с вами говорить. Итак, по порядку, да, что нас сегодня ждет. Первое, мы разберемся, что такое компьютерные курсы, какие они бывают. Я вам расскажу про SkySmart, про нашу платформу, про то, какие мы сейчас компьютерные курсы предоставляем для обучения детям. Поговорим о том, почему преподаватели компьютерных курсов сейчас востребованы. Я расскажу, какие возможности обучения существуют в SkySmart в целом. Имеется в виду возможности обучения преподавателей, то есть как стать преподавателем компьютерных курсов. Я подробно расскажу об этом. Следующий момент. Мы поговорим о развитии уже в дальнейшем. То есть немного на будущее заглянем. Если вдруг вы захотите стать преподавателем компьютерных курсов, мы поговорим с вами, как же вы сможете в дальнейшем развиваться и зарабатывать больше. То есть мы поговорим об таком интересном формате, как индивидуальные групповые уроки, которые есть в SkySmart. То есть здесь момент интересен тем, что преподаватель в таких форматах может брать больше учеников и, соответственно, больше зарабатывать и больше развиваться. Следующий момент важный, о котором мы поговорим, о котором мы анонсировали в первую очередь. Я приглашу вас на бесплатное обучение и в наш буткэмп, онлайн буткэмп, который пройдет в январе, в начале января, с 27 декабря по 7 января пройдет буткэмп. Я вас на него приглашу, это приглашение будет в конце нашего вебинара. И также в конце вебинара мы разыграем мерч SkySmart. На все вопросы я постараюсь отвечать по мере вебинара, но и также в конце отвечу, прямо ставлю время для ваших ответов, потому что, скорее всего, будет много вопросов. Поэтому можете собирать пока вопросы, можете сразу писать, я буду читать иногда чат. Можете, в общем, оставить вопросы на потом, на конец вебинара. Итак, что же такое компьютерные курсы? Компьютерные курсы – это разного рода среды программирования, создания игр для детей от 8 до 18 лет. Программирование для детей, и поэтому курсы, платформы, о которых я сейчас расскажу, они адаптированы именно для детей, то есть это не взрослое программирование как таковое. Мы поговорим с вами подробно о каждом компьютерном курсе чуть попозже. Сейчас важно понимать, что это веб-разработка, создание игр и программирование на Python. На текущий момент школа платформы SkySmart обучает детей Scratch, App, Inventor, Trunkable и компьютерной грамотности. Python, три вида Python, по сложности он отличается. Веб-разработки и создание игр – это Construct, Unreal, Minecraft, Roblox и Unity. Поскольку программирование для детей пользуется спросом, и родители активно ведут деток на занятия, спрос растет на преподавание компьютерных курсов, программирование для детей, создание игр, значит, и растет спрос на преподавателей компьютерных курсов. Но у нас нет университетов, где учат преподаватели информатики, преподаватели математики. Таких университетов не существует, где учат преподавателей Scratch, например, или где учат преподавателей Minecraft. Мы все знаем, что таких университетов не существует, но сейчас в SkySmart будет существовать Bootcamp. По крайней мере, мы так считаем, да, по крайней мере, первый Bootcamp запускается в январе. Чем привлекательна профессия преподавателя именно компьютерных курсов тем, что ставки преподавателей компьютерных курсов чуть выше, чем ставки преподавателей школьных предметов, да, если мы говорим про SkySmart сейчас. На текущий момент преподаватель компьютерных курсов в индивидуальных занятиях может зарабатывать до 85 тысяч рублей, а в индивидуальном групповом формате, о котором я расскажу далее, до 130 тысяч рублей. Соответственно, для того, чтобы стать преподавателем компьютерных курсов, нужно обучиться этому. И я хочу сказать вам в первую очередь, что это не так сложно обучиться на преподавателе компьютерных курсов. Сейчас я вам попробую это рассказать, доказать, примерно показать, как это выглядит, чтобы снять страхи, да, так называемые. Мы начнем с вами с самого простого, например, это Scratch, да, вот я, например, в студенчестве еще как раз-таки про робототехнику, когда говорила, преподавала Scratch детям. Scratch — это такая визуальная среда программирования, сейчас представленная рабочая зона из Scratch, которая позволяет детям легко осваивать какие-то навыки, первоначальные навыки кода, да, развивать логическое мышление. Здесь, ну, когда ученик работает с такой вот средой программирования, он создает какие-то аппликации, мини-мультики. Вот конкретно, если мы скажем про Scratch, здесь есть кот, вот этот желтый, прекрасный, главный герой Scratch, он так, по-моему, называется Scratch, вот детские программируют его движение, да, то есть он ходит, поворачивается, играет и так далее, то есть разные действия выполняет, и, соответственно, что хочу сказать, хочу сказать, что это детская среда программирования, которая не сложна в изучении, да, то есть, во-первых, она не сложна детям в изучении, но и вам тем более, да, мы обучаем преподавателей вести Scratch и все вот эти детские среды программирования в том числе. Я вижу в чате спрашивают вопрос про сертификаты. Сертификаты на вебинаре мы не выдаем, а сертификаты по окончанию обучения выдаем, но они, наши сертификаты SkySmart, то есть не государственного образца, но такие имеются, красивые сертификаты по прохождению обучения, да, о котором я скажу дальше, вот. Итак, мы с вами поговорили немного про Scratch, я сейчас покажу вам, как это выглядит, если вдруг вы не знакомы. Давайте, наверное, сначала, в принципе, спрошу у вас, кто-то знаком вот с такими простыми средами программирования, как Scratch, Trunkable или AppInventor, потому что они между собой очень похожи. Напишите плюс, кто знаком, вот кто видел уже. Кто-то знак равно ставит. Это значит все равно. Плюс, плюс, плюс. Я вижу, что у многих плюсы. У многих плюсы, но у меня вопрос, почему вы еще не с нами и не преподаете? Это детям. Плюс, плюс, плюс. Класс. Я вижу, что многие знакомы со Scratch, и это классно, значит, но вижу и несколько минусов. Значит, я покажу, как это примерно выглядит. Небольшая анимация для вас. Супер. И мы движемся дальше. У меня немного что-то зависло в презентации. А нет, все, не зависло. Здесь мы с вами разыграем первый мерч, наверное. Итак, вот я вижу на самом деле, что многие уже даже преподают или изучают Scratch на факультативах. Это потрясающе, да, значит, вы уже можете приходить к нам обучать деток или приходить и доучиваться еще другим средам программирования и брать себе больше деток на обучение. Здорово. Итак, к розыгрышу. Сейчас я загадаю вам небольшую загадку, загадаю загадку, и кто первый, самый первый ответит правильно на загадку, тот получит от нас фирменный мерч SkySmart. Соответственно, мы в личку вам напишем, спросим адрес доставки. Итак, загадка, собственно. Как называются по-другому персонажи в Scratch? Да, все правильно. Итак, Владислав, я вижу первый ответ. Да, Владислав, пожалуйста, с вами свяжется. Все правильно ответил. Спрайт. Да, у нас все уже знают такие, все все знают в целом. И это здорово. Здорово. Владислав получает у нас приз. Я не успела прочитать фамилию, но все зафиксировали. Супер. Хорошо. Сейчас мы с вами познакомились только с первым курсом. Это Scratch. Среда программирования для детей. Но также у нас есть и Roblox, и Minecraft, и Unity, и Unreal. Я сейчас покажу вам видео, как это выглядит на уроках. Как, соответственно, то есть как платформа наша выглядит. Мы ведем по готовому. Преподаватели ведут занятия по готовому материалу, который есть на платформе. Соответственно, методисты его разрабатывают. У вас есть готовые учебные программы. Будем так их называть. Готовый контент, прям поурочно распланирована. Ваша задача просто подключиться к ученику и давать ему материал. Ну, соответственно, просто преподавать, если мы говорим, например, просто о индивидуальных занятиях. Здесь кратко. И в этом видео кратко собраны вырезки с уроков, с каких-то из разных уроков. Просто чтобы вы понимали, как еще могут выглядеть уроки по компьютерным курсам. Продолжение следует... Да, звука, к сожалению, здесь нет. Почему-то он у меня передавался слишком шумно. Я решила показать без звука, как примерно проходят уроки. Чтобы вы представляли хотя бы немного. Хорошо. И я еще раз хочу сказать про перспективность профессии преподавателя компьютерных курсов. Мы знаем, что программирование и разработка – это уже не профессии будущего, а профессии настоящего. И родители желают, чтобы их дети становились самыми классными, лучшими специалистами. Соответственно, ведут их чуть ли не с первого класса или там с четырех лет в школу программирования, чтобы развивать логику, мышление, творчество, да, деток. И, соответственно, поскольку спрос на компьютерные курсы со стороны родителей и детей растет, так же и растет спрос на преподавателей компьютерных курсов. Ну, разумеется, здесь логика, да, наверное, понятна. И, соответственно, поскольку я уже говорила, что не существует у нас университетов, у нас конкретно по Scratch, по AppInventor, например, и так далее, мы создаем свое обучение для того, чтобы у нас также были преподаватели, которые могли давать деткам классные занятия. Итак, почему профессия преподавателя компьютерных курсов привлекательна, я, собственно, рассказала, да, я предлагаю такое небольшое задание вам, да, просто поразмыслить, как вы думаете, в чем, ну, почему, ну, почему профессия компьютерных курсов, это, можно сказать, также профессия именно компьютерных курсов, профессия преподавателя компьютерных курсов для детей, почему именно она, ну, будет востребована и привлекательна и сейчас, и в будущем, в первую очередь. Может быть, у кого-то есть какие-то оригинальные идеи на этот счет. Если есть, конечно, пишите в чат, я почитаю, поделитесь интересными мыслями. Пока идей нет, ну, хорошо, я так тогда схожу от себя, да, еще раз, что на сегодняшний день дети крайне вовлечены и в компьютер, в компьютерный мир, в виртуальный мир в целом, да, в мир информационных технологий, да, дети сейчас, наверное, лучше многих взрослых разбираются во всяких компьютерных делах, да, и, соответственно, для того, чтобы это было не просто так, для того, чтобы они по несколько часов в день с каким-то смыслом сидели возле компьютера, да, соответственно, для этого и создаются разные обучающие вещи для деток в разных школах, да, в разных платформах обучения. Вот, и, как мы знаем, в принципе, программирование и какие-то детские, вот, детские среды программирования, они создаются для не только для того, чтобы в будущем человек, например, стал программистом, нет, и для того, чтобы в целом развивалось мышление у человека, да, у ребенка, поскольку аналитическое мышление, аналитическое мышление, ничто так хорошо не закладывает, как, ну, программирование и разработка каких-то вещей, да, то есть у нас есть разработка игр, это тоже программирование. Итак, что касается SkySmart, я, по-моему, в начале обещала рассказать про SkySmart, но как-то очень быстро начала вебинар и совсем не рассказала, да, если кто не знаком со SkySmart, то SkySmart это онлайн-платформа для детей и подростков, на которой, собственно, преподают школьные предметы, информатику, физику, математику, русский язык и так далее, но с недавних пор преподают программирование для детей, разработку игр, Python и веб-разработку, да. Соответственно, платформа SkySmart, я сейчас рассказала с точки зрения родителей и учеников, но с точки зрения преподавателя, что такое платформа SkySmart. Во-первых, это удобная платформа с готовым контентом, да, то есть вам не нужно придумывать свой контент, свои занятия, свои методические материалы, не знаю, свои домашние задания, да, то есть удобная платформа, готовый контент, все домашние задания отправляются автоматически по кнопочке по одной. Соответственно, все продумано логически, учебный план полностью составлен, это все автоматически, все очень удобно, проверять домашнее задание не нужно, все автоматически проверяется. И, ну, соответственно, сам у преподавателя, да, есть личный кабинет, там его финансы отображены, отображено его расписание полностью, да, сейчас, кстати, в расписании даже свои личные дела можно вносить, это просто удобная штука. В общем, с точки зрения преподавателя платформа SkySmart очень-очень удобна. Также SkySmart есть методическая поддержка преподавателя, и в начале пути обязательно будет наставник, да, который будет помогать. Первые, ну, первые несколько месяцев это так называемый период адаптации. Итак, про SkySmart рассказала, да, в целом, по-моему, основные, да, какие-то плюсы рассказала. Вот самый главный плюс, который для меня, например, важный, да, и, возможно, это самое главное отличие от некоторых других школ, это то, что материалы для работы с учениками уже готовы, да, уже разработаны полностью, учебный план, просто садись и веди занятия. Вот. Итак, мы с вами дошли до того момента, когда я должна рассказать о дальнейшем развитии преподавателя компьютерных курсов, да, но это если, например, вы проходите обучение, да, разработки, учитесь разработки игр или учитесь в какой-то детской среде программирования, начинаете вести занятия индивидуальные с учениками, как вы можете дальше развиваться в этом SkySmart, да, я считаю это нужным рассказать также это преподавание индивидуально-групповых уроков, да, что, в принципе, такое индивидуально-групповой урок. В целом, из самого названия оно как бы звучно и говорит само за себя. На одном уроке у вас могут быть несколько учеников, да, соответственно, если бы это просто были групповые занятия, да, то мы бы так назвали, это когда, как будто бы вы работаете с классом, да, но здесь немного по-другому, да, здесь спасибо именно нашей платформе, потому что она позволяет работать индивидуально с учеником, переключаясь между учениками прямо внутри платформы, внутри комнаты, да, то есть каждый ученик занимается со своим проектом, если мы говорим про компьютерные курсы, да, то есть детки там в основном делают проекты какие-то, каждый ученик занимается своим проектом, и вы подключаетесь параллельно к каждому, да, он поднимает там ручку, специальные инструменты есть, вы подключаетесь с ним, работаете, да, что-то ему рассказали, подсказали, ученик дальше работает самостоятельно, вы идете к другому ученику и так далее, и так далее, да, то есть если кратко говорить, соответственно, так один урок индивидуально-групповой составляет 4 часа, и за это время к вам очень много могут могут подключиться учеников, да. Соответственно, если мы говорим про компьютерные курсы, опять же, да, то есть здесь у учеников вообще прям предзаписанные видео, то есть как будто бы ученик в селфтаде курс проходит, самостоятельно изучает, преподаватель, ну, крайне мало, это мое наблюдение, в отличие, например, от математики, вот в математике преподаватель очень активно переключается между учениками, и там больше работает с учеником, чем, например, в компьютерных курсах, в компьютерных курсах это, ну, это зависит от контента, да, то есть вот в компьютерных курсах более самостоятельный такой контент, и ученики большую часть работают сами, да, преподаватель только подсказывает, переключаясь между учениками, чем этот формат компьютерных, ну, вот именно индивидуальных групповых уроков привлекателен, да, для преподавателя в целом, в самую первую очередь он помогает нам больше зарабатывать, поскольку в течение одного часа вы занимаетесь не с одним учеником, да, а с несколькими учениками, они подключаются постепенно к вам, у вас обязательно будет расписание, такого не получится, что в один миг к вам сразу, сразу там 20 учеников, например, подключится, нет, ученики будут подключаться постепенно через каждые 10 минут, да, то есть в соответствии с расписанием, которое будет у вас также видно, ну, видно, да. Итак, как я уже вначале озвучивала, да, что преподаватель компьютерных курсов индивидуально-группового формата может зарабатывать уже до 130 тысяч рублей, и мне кажется, что это очень привлекательно, так скажем. Итак, мы переходим к возможности обучения, наверное, давайте здесь остановимся до того, как я вам расскажу про обучение, возможно, у вас есть вопросы по поводу контента, по поводу SkySmart, я здесь отвечу, да, как-то очень активно я рассказываю, давайте отвечу на вопросы про SkySmart, про контент, про компьютерные курсы, если вдруг еще непонятно. Сразу вопрос, как проходит обучение преподавателей, это как раз как проходит обучение преподавателей, я расскажу, буду сейчас рассказывать, давайте про контент, про материалы для уроков, про платформу, есть ли вопросы. Так, хорошо, вопросов нет, есть вопросы по обучению, а в таком формате может проходить обучение веб-разработки. Да, конечно, обучение веб-разработки тоже может проходить в таком формате. А, нет, в индивидуально-групповом формате обучение веб-разработки не проходит, ну, по крайней мере, пока не проходит. На текущий момент в индивидуально-групповом формате обучают конкретным вещам, это Python, AppInventor и третью вещь, я забыла, и Scratch. Одновременно у преподавателей, да, сколько учеников у преподавателя может быть одновременно? Да, получается шесть учеников в течение часа. Вот, давайте, вот тут очень хороший вопрос на самом деле. Как происходит? Ученик подключается, например, в час к вам, да, в 13.00. Урок длится у одного ученика 50 минут. Через 50 минут этот ученик у вас уже уйдет отдыхать домой, выполнять домашнее задание. Соответственно, ученики постепенно подключаются, отключаются, подключаются, отключаются, подключаются, отключаются. Да, и я могу вам сказать только, что за один час, за один час, ну, 60 минут у вас может быть пять учеников параллельно. Вот так. Надеюсь, понятно. Так, все, вроде больше вопросов про формат, про контент нет, я так понимаю. Можем двигаться дальше, верно? Да. Хорошо, все, тогда вопросы про обучение, вопросы про обучение, и, соответственно, я уже сейчас сразу вам скину ссылочку в чат с приглашением на обучение. Вам нужно будет оставить заявку на преподавание компьютерных курсов, да, и там вас уже пригласят на обучение, добавить в чаты необходимые, да, то есть ссылочку скидываю, чтобы она у вас была перед глазами, может по ней пока переходить, посмотреть, а я буду рассказывать про обучение. Мы назвали это новогодний буткэмп, потому что он будет, даты выпали у нас на новогодние праздники, он будет проходить с 27 декабря текущего года по 7 января 22 года. Соответственно, сам буткэмп – это такой онлайн-лагерь интенсивного обучения программированию для детей, который в кратчайшие сроки подготовит преподавателей компьютерных курсов. Да, у вас будет возможность выбрать два направления, да, то есть два каких-то курса, изучить их и уже в январе выйти на учеников, да, то есть сейчас есть огромная возможность сразу же после обучения, чуть ли не в первый день после обучения, там, ну, не прямо в первый, наверное, в ближайшие два дня точно это возможно, получить учеников, да, то есть на платформе уже начать вести учеников. Соответственно, буткэмп для всех желающих, как я уже сказала, вы можете рассказать своим родным, близким, друзьям, знакомым, что есть такая возможность, можно попробовать, могут попробовать не только преподаватели, да, то есть могут попробовать и люди, которые желают как-то попасть в профессию преподавателю компьютерных курсов, да, или можно назвать это IT-профессией, да, наверное, в кавычках я бы так называла, но то есть все равно вы будете знакомиться с Роблоксом, например, с Пайтоном, это программирование, да, то есть если кто-то желает переквалифицироваться полностью, например, из преподавателя астрономии стать преподавателем Роблокс или преподавателем Пайтон, почему нет, можно попробовать. Я в свое время, да, была студенткой авиастроительного вуза, и на втором, по-моему, курсе я уже преподавала Scratch, да, то есть, ну, кажется, что вещи совсем не связаны, да, это даже не педагогика, ну, у меня по профилю было авиастроение, но я спокойно могла преподавать деткам, потому что также, кстати, прошло двухнедельное обучение. Там, кстати, по Scratch была одна неделя обучения, но она была не онлайн, вот так. Соответственно, можете скидывать ссылочку своим друзьям, близким, сами регистрироваться на бесплатное, да, обучение, то есть буткам полностью бесплатный, помимо того, что у вас будут курсы на платформе, да, курсы на платформе по направлениям Roblox, Minecraft, Unreal, Construct, Scratch, UpInventor, Trunkable, вроде все назвала вот вещи, да, которые у нас есть в обучении, плюс у вас будут живые встречи с экспертами, то есть эксперты, которые сейчас уже активно развиваются в преподавании детям, да, они, ну, эксперты будут помогать вам в обучении, будут вам подсказывать, помогать практическими заданиями, будут, ну, вести, да, в общем, сопровождать вас в этом обучении, чтобы вам было легче осваивать, там, например, новую для вас профессию, кто, например, вообще не знаком с программированием, да, но, как выяснилось, сегодня здесь много кто знаком, так или иначе, с программированием, и также будут воркшопы, воркшопы, посвященные возрастной психологии, педагогике, преподаванию, структуре урока, как, да, с точки зрения методики правильно проводить уроки, вот, то есть вас такая интенсивная, хорошая программа ждет, и, как я уже сказала, участие абсолютно бесплатное для вас, будет премия в конце обучения для лучших студентов, да, то есть для лучших преподавателей, которые быстрее всего пройдут буткэп и выйдут на первых учеников уже в январе, да, по, вот, конкретно по премии, по условию премии вы можете уже узнать информацию, когда придете на буткэп, да, когда вас добавят в чаты, ну, во все, в общем, личные кабинеты, необходимые для прохождения обучения. И, кстати, первая встреча у нас уже в буткэпе будет 27 декабря, поэтому торопитесь, торопитесь записываться, чтобы успеть все формальные вещи выполнить, да, чтобы вам успели создать личный кабинет, успели вас занести, вот, в Slack, Slack – это наш корпоративный мессенджер, так будем называть. Давайте на этом этапе, есть ли вопросы. Куда у меня пропал чат? Чат. Итак, пока я вижу, что вопросов нет. Приглашение в чате есть, если что, я думаю, продублируют приглашение в целом. Да, здесь я хотела вам привести пример, да, рассказать, в принципе, как у нас построены курсы. Например, здесь я привела пример констракт, по-моему. Констракт – предзаписанные видео, вы смотрите видео, знакомитесь с каким-то проектом или с какими-то алгоритмами, и тут же выполняете практические задания в конкретной среде программирования, да, присылаете нам, мы проверяем, даем обратную связь, и так постепенно вы обучаетесь тому, той или иной программе, и постепенно вы выходите уже обучать ей. Итак, готовы слушать пример. Сейчас послушаем пример, а далее я отвечу еще на вопросы про время прохождения, еще про формат. Коллеги, доброго времени суток, рад вас приветствовать на серии из уроков по констракт-3. И сегодня на третьем занятии мы с вами познакомимся со спрайтами, поработаем с поведениями и маской коллизий, и в принципе поймем, что это такое. На прошлом занятии мы с вами говорили о тайловом фоне, тайловой карте, вообще в принципе работали с инструментами и рисовали саму карту. Сегодня мы, кстати, давайте вспомним, что это такое. Я для вас подготовил вот такой вот полигон, отрисовал эту карту. Здесь у нас будут наши подопытные, то есть мы будем программировать спрайтов и тестировать разные поведения. Что же такое поведение? Поведение – это готовая функция, которую создали разработчики у нас. Итак, это ради примера, просто я вам показала, то есть как выглядит обучение из предзаписанных видео и практических заданий, которые вы выполняете. Отвечаю на вопросы по порядку. Как долго проходит обучение и во сколько проходит обучение. Смотрите, как я сказала, обучение будет стоять из курсов и встреч, воркшопы – это онлайн-встречи такие практические, в Zoom проходят. Соответственно, Zoom-встречи будут записываться, вы сможете посмотреть в любое время, но желательно приходить на встречи, чтобы общаться с коллегами, где можно задавать вопросы, сразу получать ответы, собственно. А вот среда программирования, там Roblox, Reconstruct и так далее, вы учитесь самостоятельно на платформе, то есть прямо у вас будет личный кабинет с уроками, где вы в любое для вас удобное время заходите и проходите обучение, выполняя, соответственно, домашнее задание. Самое главное – выполнять вовремя домашние задания. Но в целом обучение составляет, если, в общем, говорить, воркшопы и два курса, компьютерных, ну, два компьютерных курса, как это заложено в буткемпе для каждого, то обучение будет составлять 80 часов в целом. То есть вам придется потратить, ну, две недели, как раз вообще все зависит от вашего желания. Кто-то обучение по Scratch, например, был такой кейс, да, обучение по Scratch можно пройти и за 4 часа спокойно, то есть там совершенно ничего сложного нет. Но понятно, что у всех разный бэкграунд, совершенно мы все разные, с разной скоростью обработки информации, с разной скоростью обучаемости и так далее, и так далее. Соответственно, соответственно, все зависит от вас, но в среднем за две недели можно обучиться этому. У вас будет всего шесть, по-моему, живых встреч, на которых желательно присутствовать. Но ничего страшного, если вы не поприсуствуете на них, а посмотрите в записи. Вот, главное, выполнять домашние задания. Как-то так. Кто-то медленно обучается, но хорошо потом применяет. Такое тоже может быть. Это все правда. Согласна. Хорошо. Так, все, по-моему, так, я хотела продублировать ссылочку, кто-то продублировал, спасибо огромное. По-моему, по обучению сказала, самые важные моменты проговорила. Давайте еще минутка, если есть, отвечаю на вопросы. Вот так, кстати, проходят наши встречи онлайн, да, или воркшопы. Можете посмотреть. Все происходит в Zoom, где мы общаемся и помогаем друг другу как можно быстрее осваивать новые знания. Вот. Приглашение у вас в чате на Bootcamp. Я хочу вам сказать, чтобы вы не затягивали с подачей именно заявочки, да, чтобы дошли уже до всех чатов обучения, чтобы точно не пропустить эту возможность. И советую вам попробовать, даже если вы немного сомневаетесь, что у вас не получится, например. Но если немного сомневаетесь, все равно остави заявку, все равно дойти до чатов обучения, начать. Обучение абсолютно бесплатное. Да, если что-то не получится, в любой момент вы можете бросить. Хотя не стоит этого делать, конечно. Но попробовать надо, я считаю. Для работы достаточно наличия ноутбука, конечно. Из любой точки мира вы можете проходить обучение. Это онлайн-лагерь для преподавателей, то есть онлайн-обучение. Полностью все происходит онлайн, в Zoom и на платформе, в личном кабинете. Итак, готова отвечать на ваши вопросы. Вы можете мои контакты записать. Если у вас какие-то вопросы после встречи останутся, вы не сможете найти ссылочки, или где-то потеряетесь, или какие-то дополнительные вопросы хотите задать, но не задали их сейчас, то запишите мои контакты, можете мне их адресовать после, соответственно, встречи. Встречи есть почта, телеграм, ватсап на номер телефона. Итак, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то скажите от 1 до 10, например, оцените, насколько вам было полезно, насколько вам было полезно, и насколько раскрыта была информация, за которой вы приходили на данную встречу. А если вы ставите 7, например, значит, не до конца была раскрыта информация, то задавайте вопрос, на что же я не ответила, или что не подсветила, о чем не рассказала. И, наверное, давайте еще вам покажу, как зарегистрироваться на Bootcamp. То есть у вас есть ссылочка, которую в чате сейчас тоже продублируют в заключительный раз на всякий случай. Вы переходите по ней, листаете вниз, по-моему, мы сейчас вместе с вами это будем делать. Skyeng ищет преподавателей, доходите до предмета, который вы желаете вести, преподавать, и выбираете компьютерные курсы, именно компьютерные курсы. Оставляете здесь свое имя, фамилию, почту, номер телефона, отжимаете галочку и оставить заявочку. Далее с вами свяжутся, добавят вас в чаты, как я уже сто раз сегодня сказала, откроют вам личный кабинет, и вы сможете приступить к обучению а 27 декабря в 11.00 вы встретитесь уже со мной. Кстати, на встречу, первую встречу буду также вести я, где мы будем разговаривать, уже эта встреча, знакомство будет, мы будем разговаривать с вами уже конкретно о курсах, конкретно о курсах, да, вы будете выбирать, что вы хотите в будущем преподавать, потому что сразу всему невозможно обучиться, да, вы будете выбирать один или два курса, и приступать уже к обучению, да. Но также важно понимать, что в будущем вы сможете обучиться хоть всем курсам, которые у нас есть, и Roblox, и Unreal, но все постепенно, вот. Так, значит, показала, как выглядит заявочка. Вопросов вроде более не вижу. Наверное, мы можем с вами завершать, да. Предлагаю тогда прощаться на этом. Желаю всем продуктивных, продуктивного обучения, вернее, нет, продуктивного обучения всем, кто придет на буткэм, да, мы с вами, а мы с вами еще увидимся. Вот, а всем, всем, всем желаю классных выходных, потому что завтра суббота, воскресенье, у кого-то, возможно, новогодние корпоративы или какие-то новогодние утренники уже начинаются. Вот, новогоднего настроения, значит, вам желаю, и прощаюсь с вами. До скорых встреч. Все, всем пока-пока. Ждем вас на новогоднем буткэмпе. Ждем вас на новогоднем буткэмпе.